Всем привет, друзья! И сегодня я подготовила для вас обзор товаров из фикс-прайса, творческого видеоформата Есть идея, есть фикс-прайса, где мы с вами рассматриваем, как можно интересно применить те или иные вещи этого магазина, как их вписать в интерьер и стоит ли их вообще покупать. Деревянные декоративные домики Туда какие-то швейные принадлежности, если они находятся в процессе работы, кисти декоративные, косметику складывать. Можно приспособить их в качестве заготовки для ночников, даже отдельные наборы можно найти на Алиэкспрессе, где подобные домики продаются. Ну а камушки прекрасны сами по себе, можно их насыпать в любую прозрачную вазу, поставить туда косметические кисти. Многие девочки так делают, также можно поставить туда искусственные цветы. Такие камушки еще довольно часто используют для оформления каких-то старых горшков ваз, их просто приклеивают. Вообще большой простор для творчества, для фантазии при использовании таких камушков. Присмотритесь, может вам понадобиться. Как мне кажется, вот эти подвесные украшения из коллекции «Ко дню всех любленных» можно использовать для украшения детской комнаты. Тут милые животные, яркие цвета. Можно разместить такие подвесы в количестве трех штук где-нибудь на стене или, например, на детской кроватке. И сразу все заиграет другими красками. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Вот эти маленькие декоративные подносики смотрятся очень колоритно. И у меня в голове возникла такая идея, что при помощи таких подносиков можно оформить где-нибудь стену. Использовать их в качестве настенного панно и разместить в количестве от трех штук и больше. Тем самым выделив и украсив, например, обеденную зону или где-нибудь в гостиных на светлых стенах с соответствующими цветами и решениями. Мне также кажется, что будут смотреться они довольно интересно. Когда я впервые в магазине увидела вот эти пластиковые корзинки, почему-то у меня в подсознании всплыло, что их очень классно можно использовать в качестве хлебницы. При желании можно перекрасить и как-то санитировать соломенные переплетения вот этих нитей. Но при этом, если захотите, например, класть в чистом виде продукты, не перекрашивая корзинку, конечно же, стоит простелить эту корзиночку какой-нибудь красивой текстильной льняной салфеткой, так как это у нас не пищевой пластик и лучше стоит избежать прямого контакта пищи с корзинкой. Есть у меня такая слабость. Я люблю различные красивые органайзеры и коробочки. И поэтому, естественно, мне приглянулась вот такая фетровая корзинка. Она прекрасно подойдет для того, чтобы складывать различные мелкие вещи, будь то одежда, детские игрушки или же, например, полотенце в ванной комнате. Даже можно использовать эту корзинку для хранения документов. И такие органайзеры здорово вписываются во многие стеллажи по типу кельфских калаксов. Я думаю, все вы их прекрасно знаете с квадратными ячейками. На Алиэкспрессе такие корзинки очень популярны и бывают в разных вариантах оформления. Есть оформление под детский. Но вот посмотрела на цены. Стоят они где-то в 2,5-3 раза дороже, чем вот эта корзина в Алиэкспрессе. Из новой коллекции сейчас в большом количестве продаются металлические подставки для хранения кухонных принадлежностей, а именно для хранения разделочных досок и крышек от кастрюли. Вообще, я считаю такие товары очень полезными и они помогают организовать правильное хранение годовых аксессуаров. И такие подставочки всегда, каждый год появляются в фикс-прессе. И многие приспосабливают их не только на кухне и используют еще, например, для хранения книг. Например, сюда можно поставить учебники своего ребенка и все будет в аккуратности и смотреться более стильно. Круглые деревянные бамбуковые доски за 199 рублей. Вообще, я давно ждала такую новиночку, потому что у меня есть определенная слабость к красивым разделочным деревянным доскам. И когда увидела такую новинку, естественно, положила ее к себе в корзину. Для каждодневного использования такие доски, к сожалению, не подходят. С ними нужно быть аккуратными и довольно часто их используют. И я для этих целей взяла их в качестве подноса для красивой подачи блюд. Очень красиво будет смотреться на них выпечка, нарезка сыров или колбас. И мне кажется, придает такая подача какой-то эстетики или же изюминки даже обычным продуктам. И на завтрак можно порадовать своих близких шикарным столом, например, в воскресное утро. Приготовите вкусняшку и красиво все оформите. Недавние пластиковые корзины, которые появились в продаже в фикс-прайсе, стоят, правда, дорого. 249 рублей за одну секцию. Но есть у них одна интересная фишка, что можно стыковать их между собой и собирать различные этажерки на два яруса, на три, да на сколько угодно. И при помощи таких корзин можно организовать хранение, например, овощей где-нибудь в подвале, на даче, в кладовке можно какую-то мелочок рассортировать. Ну а если у вас есть большие гардеробные комнаты и не хватает каких-то полочек, то можно такие корзины устанавливать и там. И даже похожие корзинки, этажерки устанавливают и встроенные шкафы и складывают туда мелкие вещи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Контейнеры пластиковые с перегородками не новинка фикс-прайса. Это практически постоянный ассортимент. Каждый год их подвозят. Вообще, они идеально подходят для хранения специй. В пакетиках вот прям размер рассчитан под такие пакеты. Кто-то их используют для хранения пакетиков кошачьего корма. Кто-то складывает мелочевку, канцелярию, провода. Вообще, эти корзинки себя зарекомендовали с хорошей стороны. Интересная новинка для холодильника. Это та самая серия пластиковых контейнеров с крышками. Именно эти контейнеры прозрачные, выполнены из полистирола. Они похожи по внешнему виду на акриловые органайзеры. Материал похожий. Вообще, в этой серии много разных вариантов контейнеров. Например, сейчас есть в продаже продолговатый. И они тоже могут использоваться для хранения пакетиков чая, для хранения специй в пакетах, для тех же самых пакетиков с кормом для кошек и собак. Я думаю, они также прекрасно подойдут. Ну, а овощи в таких контейнерах хранятся намного дольше. Уже успела проверить на собственном опыте. Ну, и, конечно, большой контейнер. Большой контейнер для стандартных холодильников. Он все-таки занимает много места. Ну, а если, например, у вас двухстворчатый холодильник, здоровенный и место позволяет, то и тогда такой контейнер такого размера пригодится. Силиконовые резиновые щетки для мытья посуды. Мы с вами их обсуждали не раз. Бывают они разных модификаций. Сейчас завезли щетки в виде коробок за 99 рублей. Все-таки большинству хозяюшек не нравится их использовать по прямому назначению. И я к тому же числу отношусь. Мне неудобно мыть посуду. Я привыкла мыть обычной губкой. Но, вот мне кажется, собирать шерсть животных, например, из дивана, с ковров при помощи такой губки, станет намного удобнее. У меня раньше, когда кот был, я всегда всю мебель чистила мокрыми руками. Все скатывала, все эти шерстинки. И, конечно, если необходимо было обрабатывать большую поверхность, даже кожа на кончиках пальцев у меня и стиралась. Но вот такая губочка, я думаю, для этих целей прекрасно подойдет. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что вам было со мной интересно. Если не трудно, пожалуйста, напишите в комментариях, понравилась ли какая-либо из идей, которая была предложена в этом видео. Или же, может быть, вообще ничего не понравилось. И вы считаете, что эти товары фикс прайса абсолютно бесполезные. Субтитры создавал DimaTorzok